Привет, меня зовут Альфина, и я работаю в студии Enfro. А меня зовут Митя, и я геройский блогер. Сегодня мы пообщаемся с Антоном Хэллайтом. Если вдруг кто не знает Антона Хэллайта, друзья мои, у меня к вам очень много вопросов. Ну а если без шуток, Антон это, пожалуй, один из самых сильных русскоязычных игроков, третьих героев. Поэтому вопросов будет очень много, вопросы будут технические, интересные. Поэтому вам приятного просмотра, ну а мы начинаем. Дамы и господа, геройщики и геройщицы, разрешите представить вам самого титулованного российского игрока всех времен. Антон Хэллайт собственной персоной, трехкратный чемпион СНГ, победитель чемпионата в Сибири, многократный призер всевозможных оффлайн и онлайн турниров, один из сильнейших игроков, третьих героев в принципе. Антон, я понимаю, что, конечно, вот это все эпическое представление там и все такое, но давай все-таки на секундочку представим, что кто-то в комьюнити тебя не знает. Скажи, как бы ты сам себя представил? Ну, представил бы себя как максимальную взрослую версию, нечто среднее между киберспортсменом и просто игроком. Играю в третьих героев, начиная с выхода на киберспортивном, так скажем, уровне, порядка 10, даже, наверное, 12 лет. Я занимаюсь этим плодотворно и стараюсь также стримить свои игры. Вот, так что, если кто-то не знает, всем привет. За свою уже достаточно длинную стримерскую карьеру ты успел поиграть в много разных игр, ну, например, в Hearthstone. Расскажи, а чем, по твоему мнению, геройская комьюнити отличается от других? Ну, я поиграл не только в Hearthstone, я, скорее, даже в свое время плюс-минус, ну, не сказать, что профессиональный уровень, но на высоком весьма уровне играл и в Dota, также выступал на соревнованиях. И отличительная особенность геройского комьюнити от многих других, наверное, наверное, часть эта завязана на том, что оно не такое резкое, может, не такое токсичное, как многие другие. Связано ли это с тем, что оно меньше других? Возможно. Привлечение новых игроков это всегда сопряжено не только с известностью игры, но и с тем, что как раз молодые вызывают бурю эмоций и своих, и чужих, так скажем, молодые игроки имеются в виду. Вот. И это может сказываться как-то на комьюнити. Но, тем не менее, факт остается фактом. Геройское комьюнити — это одно из самых доброжелательных из всех, что я видел. И на удивление, даже иногда с возможным перебором, я бы сказал, то есть иногда не ожидаешь даже того уровня доверия и доброжелательности, которое может тебе оказать почти неизвестный тебе человек. Просто потому, что вы играете с ним. Ты упомянулась, что ты профессиональным игроком в доту был. Герои проигрывают доте или контрстрайку в онлайне на твиче. Ну, наверное, по понятным причинам экшены выглядят более зрелищно. Существует, скажем так, мода на жанры. Вообще нельзя сказать, что стратегии сейчас занимают какие-то топы на твиче. Как ты думаешь, это судьба стратегий? Или на самом деле можно представить, что что-то могло бы, давай пофантазируем, поменяться в геймплее героев или в презентации каким-то таким образом, чтобы привлекать больше людей, более широкую аудиторию? Я абсолютно уверен, что можно сильно расширить круг людей, которые увлекались бы героями. И не знаю, можно ли прям выйти на таких гигантов, как, допустим, дота 2, ТС и так далее. Наверное, тут завязан момент на том, что зрелищность должна быть слегка ограничена по времени, да? То есть в героях этого очень тяжело добиться. То есть все это обычно растянуто, практически никогда сторонний зритель не сможет зайти на 10 минуточек и насладиться игрой, ну, за редким-редким исключением. Вот. Ну, или на полчасика, допустим. Наверное, это одна из таких отрицательных сторон для зрелищности героев, но привлечь огромные массы людей туда явно можно. Наверное, способов существует много разных, но начиная от пиар-компании, улучшения под современный дизайн и многие-многие другие факторы точно могут склонить чашу весов, потому что игра, которая держится на энтузиазме группы людей уже на протяжении 20 лет, явно может бороться, по крайней мере, за какое-то место на пиаде. То есть твоя мысль, если я верно поняла, состоит в том, что на самом деле у героев все есть, чтобы собирать более широкую аудиторию, нужно просто как-то чуть более современно, более аккуратно подать. Что-то вроде того. Мысль можно развивать очень широко и сказать ее за даже короткий промежуток времени охватить мыслями очень сложно. Антон, а поделись с нами своим мнением, что делает героев такими реиграбельными, если не брать в расчет только рандом? Ну, за всех говорить не могу, но, допустим, лично для меня, помимо того, что это, так скажем, игра детства, которая привлекала внимание, я всегда ротел, так скажем, в сторону интеллектуальных игр, и герои я со всей ответственностью могу заявить, что это именно одна из них. Это игра деталей, это игра не просто деталей, а именно деталей, которым очень огромное, очень большое внимание уделяли. То есть разбор на буквально каждом моменте игры можно делать очень большой, начиная от механик, от строек городов, развития персонажей. То, что ты упомянул, даже случайные карты, это, то есть, как таковое постоянное разнообразие. То есть из-за чего очень часто люди устают от каких-то игр. Потому что там, ну, то есть, в определенный момент ты ощущаешь, что все одно и то же, все одно и то же. Вот чтобы в героях у тебя стало все одно и то же, ты должен наиграть в разы больше, чем в другие игры. Наверное, как раз то самое ощущение, что ты не постиг игру, долго-долго будет тебя преследовать. Друзья, а я хотел бы напомнить, что недавно мы создали телеграм-канал, посвященный проекту Orange. Там вы сможете найти новости об Олденере, информацию о лоре героев мечей магии и, самое главное, единомышленников, с кем можно обсудить интересующие вас темы и предложить нам свои идеи контента. Ссылку я закину в закрепленный комментарий и описание. Давай теперь поговорим немного о Хотте. Смотри, по сравнению с Содом и уж тем более ранними версиями героев, в Хотте масса новых функций, которые так или иначе ускорят геймплей и делают его более оживленным. И, конечно, Хотте Клю добавили очень много нового контента. Но, быть может, это не все, за что комьюнити полюбила именно рок-бездны. Скажи, с твоей точки зрения, какие главные достоинства Хотте? Я думаю, что каждый что-то нашел свое в этом. То есть, помимо, так скажем, моей вот этой условно-киберспортивной прослойки игроков, там также есть люди, которые увлекаются сольным прохождением игр, каких-то сценариев, карт, компаний. И каждый раз, вводя новую версию, это прежде всего как новое дыхание. То есть, это все то, что нас интересовало и раньше, только с новыми интересными добавлениями, картами и так далее. Они для кого-то, то есть, комьюнити тут начинает, на мой взгляд, разделяться. На тех, кто стремится оставить все как есть. И для тех, кто хотел бы видеть что-то новое. И с каждой новой вышедшей версией, видно прослойки людей, которые потихоньку отходят и остаются на старых, так сказать, версиях. Играют там, допустим, до сих пор у них прессовок, продолжают. У них там есть даже свое лобби, за которое долго боролись. Вот. И, соответственно, люди, для которых вообще, в принципе, интерес составляет чисто проходить какие-то сложные миссии, добавили интересный редактор карт для этого, чтобы люди, которые интересовались этим, могли создавать лучшие механики этих самых карт и так далее. Вот. То есть, их можно даже сравнить с какими-то вот кастомками, да, в некоторых других играх, которые тоже отходят от основной версии. И Хото, Крю, они в своих версиях почти всегда старались зацепить каждую из групп людей. То есть, чтобы и этим было интересно, и тем. Ты упомянул лобби. И Хото примечательно своим лобби, которое развивается, которое дополняется, в котором появляются новые фичи. Это, безусловно, очень важно для соревновательного и просто многопользовательского комьюнити. Да, вот добавили, например, историю матчей. Полезный инструмент, который позволяет окинуть взглядом свое недавнее прошлое. Но наверняка же чего-нибудь не хватает. Есть чего-нибудь, чего тебе не хватает сейчас в Хотофском лобби? Чего хотелось бы, о чем мечталось бы? Да, конечно. Такие версии и мысли возникали много раз. Все упираются зачастую в возможное развитие. Причем касается многого. Допустим, начиная от просто интерфейса, где, может быть, какие-то смайлики. В лобби выражают свою благодарность. Но это тоже. То есть, своего рода какие-то скины, можно сказать, если сравнивать с другими играми. Да, элементарно возможности где-то зайти в какое-то... То есть, в лобби есть только чаты, допустим, которые разбиты между собой, в которые ты можешь заходить. Но каких-то, допустим, сообществ нельзя создавать. Условно, какой-то клан, теги и так далее. Ну, то есть, все, что я говорю, это все давно уже известно и присутствует где-либо. Вот. Но добавить это все, почему нет? Это никому не помешает. Это скорее вызовет некий интерес и ажиотаж. Нет, это очень интересно, то, о чем ты говоришь. Ну, понятно, разумеется, что Баратор очень много делает и все это вызывает огромное уважение. Но также понятно, почему Хота сталкивается с затруднениями при развитии. Все-таки это мод. Так сказать, изящным финтом переезжаю на более дизайнерские вопросы. Интересно послушать, что ты думаешь про сборные артефакты. Мне вот всегда сборные артефакты, что в Хоте, что до нее, вызвали некоторую фрустрацию, потому что они всегда суперкрутые. И если вдруг тебе удалось на случайной карте... Во-первых, тебе редко удастся полностью его собрать на случайной карте. Во-вторых, если все же удастся, ты жестко залочен, у тебя блокируются слоты этого артефакта и никакой гибкости не остается. Ты либо ходишь с этой большой клевой штуковиной, либо ты ходишь без нее. Мне интересно, во-первых, нравится ли тебе вообще в принципе система механика, сборных артефактов, тебе фаново пытаться найти последний кусочек. И предпочел ли бы ты эту систему, если бы она была более гибкой? Может быть, градуированной, да? Скорее как сеты в Тиабло, там, дающие несколько уровней, бонусов. Я, если честно, насчет сетов как-то настолько уже за эти годы въелась у меня в подкорку мозга, что это просто есть, что я никогда не задумывался, что это меня как-то мучает или меня напрягает. Другой вопрос, что, да, у некоторых сборников действительно есть весьма имбовый, как скажем, эффект. Где-то это заходит, где-то это не заходит. Допустим, я все-таки не скажу, что прямо они все такие мощные. То есть, есть весьма слабые сборники, там, допустим, к которым я могу отнести тоже к кольцу мага, да? Рассматривать альтернативу этому? Ну, почему нет? Я, я, как уже говорил, всегда за что-то новое. Если это будет грамотно завершенный подход, а не ну вот что-то, типа, давайте сделаем, а потом посмотрим, что случится. Вот. А почему нет? Это всегда будет интересно, если еще это вызовет некую синергию, там, типа, сеты в Диаблое. ну, интересно, можно посмотреть, почему нет. Другой вопрос, что я себе слабо представляю, потому что все-таки сеты в Диаблое это что-то, что собирается, типа, долго и сложно. на карте, на одной героях сделать это, ну, посмотрим. Это вопрос настройки количества артефактов, доступности артефактов, каких-то условных зданий, да. Опять же, мы сейчас фантазируем, где ты можешь, не знаю, покупать артефакты, может быть, даже реролить и покупать артефакты, чтобы найти там, то конкретное, что тебе нужно под текущий билд. То есть, ты прав, в том, и я полностью с тобой согласна, что нельзя просто сказать, у нас будут сеты артефактов, как в Диаблое, и типа, а дальше все само сложится. Разумеется, это влияет на окружающие системы тоже, само собой. Антон, предлагаю теперь немного побеседовать о героях, в смысле, о полководцах, в игре, в смысле. Не секрет, что на данный момент в пуле всех персонажей есть или слишком сильные ребята, такие как Гунар, Джиди, там, Гриндан, или наоборот откровенные собиратели ресурсов, такие как Рион. Даже на зеркальных шаблонах, где, казалось бы, меньше рандома и все зависит от твоего личного скилла, этот вопрос может быть актуален вдвойне. Приведу пример, ну, скорее не для тебя, а для зрителей. Мы, например, с вами играем зеркальный шаблон, и вот вы вскрываете тюрьму с Септиеной и ее волной смерти, а я вскрываю тюрьму с Эйсен и ее метеоритным дождем, и как бы вроде как обе они некроманты, вроде как один класс, одинаковые герои, вроде как все честно, но по факту у вас волна смерти, у меня метеоритный дождь и условия теперь для какого-то дальнейшего геймплея они будут кардинально отличаться. Так вот, нужно ли сделать так, чтобы не было совсем уж плохих героев и наоборот таких, которые только лишь за счет своей специализации могут буквально переворачивать исход всей игры? Да, я скорее склоняюсь к тому, что не должна быть гипердисперсия, вот, несмотря на то, что, допустим, один из моих любимых героев это луна, которая как раз выжигала своей дисперсией кучу людей, создавала горение массовое, я сторонник того, чтобы, во-первых, самое важное, это действительно не было минусовых героев, то есть, конечно, там этот Реон где-нибудь в компании может тебе помочь, я даже не знаю, может даже в рандомной игре он тебе зайдет на единички и принесет тебе палатку, она тебе тоже где-то спасет, поможет, но в целом, особенно на старте за города это откровенно минусовой герой, и таких эффектов, по крайней мере, вот в вариации случайной игры, ну, или просто игры с соперником, их не должно быть, герой чуть посильнее, ладно, но все-таки некая стандартизация к тому, что не ты, допустим, получил со старта преимущества, а ты получил со старта минус, но это ужасно, вот этого, на мой взгляд, не должно быть точно, так или иначе, какие-то герои будут сильнее других в любом случае, что бы ты ни делал, как бы ты ни придумал, и не сбалансиваешь игру так, что у тебя будет огромный пол героев, все они будут плюс-минус одинаковые, со стороны преимуществ, скорее вот за то, чтобы были герои, которыми нужно уметь пользоваться, то есть там, где вот играет навык игры, почему мне, допустим, нравилась та самая луна, там как раз нужно знать, нужно уметь, нужно уметь воспользоваться и все правильно применить, и вот это вот вызывает интерес в герои, где ты можешь что-то сделать, ну, просто своими ручками, так скажем. Мне кажется любопытно, что все, все категории игроков-героев, а они бывают очень разные, как ты верно сказал, знают, что магия земли, самая сильная. Ты можешь быть соревновательным игроком, да, и тебе все равно нужно массовое замедление, ты можешь быть более казуальным игроком, который, знаешь, сидит и проходит Excel-карту две недели, и тебе все равно нужен городской портал, и от этого никуда не деться. Так получилось, да, в героях, что слишком большое количество очень полезных заклинаний собрано в одной школе магии, и доходит до того, что вот ты покупаешь героев, и кому из них выпала земля, тот у тебя и просто потому, что это настолько важный навык, он может полностью поменять твою стратегию. Интересно, это именно в сфере конкретно заклинаний сообщество пыталось с этим что-то сделать, да, переставляли местами с пылы между школами, предлагали, например, делать заклинания контроля мультистихийными, чтобы они относились ко всем школам магии, соответственно, для наших более казуальных зрителей заклинания контроля это те, которые позволяют тебе контролировать флоу игры, перемещаться по карте и не просто то, что там в бою делает пыщу. Как ты сам считаешь, можно ли, во-первых, нужно ли идеально балансировать магию, или опять же, здесь есть некоторый элемент рандома, и если, например, тебе исходно более слабому герою выпал сильный навык магии, это заставляет тебя менять стратегию, это по-своему интересно, но если все же нужно их балансить, то вот ты как бы, например, отбалансил магию? Наверное, третьи герои, я думаю, что испробовали уже почти все, чтобы хоть как-то изменить этот баланс в разных версиях игр, которых было тоже достаточно, и перемещали заклинания из стихии и как только они извращались с различными вариациями увеличения и уменьшения урона, но, да, действительно, есть такое, что в том, что мы сейчас видим, в абсолютном большинстве случаев земля доминирует, да, если, ну, это в основном завязано, правда, на том, что игра ограничена, допустим, какими-то базовыми сроками и возможностями, то есть в среднем ты дерешься, допустим, войсками не больше такого-то там в финалке, и в этих условиях земля где-то, ну, то есть есть градация, допустим, условно, по доминации земля, воздух, ну, взаимосвязь не только в бою, что это еще контроль, и как все было уже сказано, вот, но, как это ни странно, при больших количествах войска в бою, допустим, вода будет прим, ну, то есть, при всех заклинаниях со стихией, иметь большую доминацию и вариативность, в свою очередь, где-то это с одним рабочим стэком, это может быть огонь, с берсерком или френзи, в свою очередь, вот, но это слишком малоситуативные стороны, которые, да, действительно, не мешало бы попробовать подбалансировать, как это сделать, ну, мне кажется, что тут нужно перерабатывать полностью, изначально всю структуру, добавлять какие-то заклинания, мне кажется, только полная перебалансировка стихий и заклинаний сможет помочь здесь, да, если оставлять контроль только в текущей версии, то есть, ну, словно, там, три заклинания, один из которых, ну, считается посредственнее двух других, допустим, да, то есть, fly, он все-таки не считается ровнее дд и тп, то, действительно, наверное, наилучшим выходом было бы то, что они работали бы при любой стихии одинаково хорошо, но мне кажется, что можно как-то это расширить, все равно. В смысле, больше разных заклинаний контроля придумать, грубо говоря. Что-то вроде этого, да, но тут, опять же, свободный полет и версий и вариаций достаточно много и сложно, и все равно найдутся недовольные чем-либо. Наверное, смещение в сторону общей принадлежности или отсутствия вообще как такового необходимости какой-то стихии для нормального использования заклинаний контроля было бы самым простейшим. Потихонечку, так или иначе, начинаем касаться темы баланса, и на эту тему я просто не могу не упомянуть про силу замков, в частности, на самом популярном шаблоне Джаббис Кросс. Вот смотри, насколько я знаю, еще года три назад город-башня считался чуть ли не самым аутсайдерским, потому что помимо не очень сильной стартовой армии, дорогой отстройки и штрафоперемещения, город еще и не блистал с сильными героями. И вот была башня такая, была слабая, да потом бац, и появились лампы джинов, и из слабейшего города башня ворвалась в середину меты, а после того, как хотокрю урезала силу луны, возможно, даже стала топ-3, ну, после некрополиса и донжа, очевидно. так вот, считаешь ли ты, что по такой же логике можно чуть подтянуть силу остальных слабых замков, ну, в частности, например, Инферно, или делать этого не стоит, потому что существует такой инструмент баланса, как торг, что вообще можешь сказать на тему силы городов относительно друг друга? Ну, я считаю, что выправлять различными способами баланс это нужно, то есть, несмотря на то, что торги как-то могут отбалансить игру, все-таки это скорее костыль, чем решение, потому что игрок может, есть куча примеров, причем даже в турнирных играх, где игроки просто отдавали огромные деньги за город и со спокойной душой на первый день просто набрав благодаря случайной генерации карты кучу сундуков, объектов на деньги, возвращали все это преимущество полученное соперником во время торгов и благополучно дальше доминировали тем самым мощным городом. Поэтому это решение, но далеко не всегда. Вот. В свою очередь, допустим, с той же башней, когда еще возникла такая сложность и проблема, пути решения там предлагалось много, но выбрали, допустим, для меня довольно неочевидный гремлин. То есть СМ лампы. Да, в итоге получилось круто. Вот. Башня выстрелила, она теперь в условном топе. Был, допустим, предложено решение вести героя по гремлинам, да, то есть по аналогии с другими городами. И то есть представь, что если бы старт начинался с того, что у тебя 150-160 гремлинов, это тоже добавило бы определенной боевой мощи, возможности взятия каких-то объектов. Правки, которые вносят люди, допустим, даже если мы берем те же мобы игры по типу доты, мы не раз наблюдали действительно такие перемены, где был слабый герой, стал сильным, был сильный герой, стал слабым, то есть и поэтому большие прямо изменения сразу ряд их. Наверное, все-таки нужно вводить их постепенно, чтобы оценить возможные перемены. С тем же успехом можно и другие города поднимать, то есть вариаций, которыми это можно достичь, ну, довольно много. Ну, вот я просто, по примеру, башни уже привел пример, но это могут быть и введения новых героев, каких-то просто с новыми заклинаниями или их тоже изменения. В свое время, допустим, в Соде, ну, то есть старой версии игры, у Рамбо были совсем другие заходящие стэки, и он был, вот, как раз, чуть ли не кероген городом, по простой причине того, что там была старая логистика на 30% вместо 20-ти текущих, там на старте без Ивра тебе в среднем заходило с отстройкой 18-19 эльфов, и, соответственно, больше других стэков, то есть это все постепенно балансировалось, менялось, то есть и теперь, допустим, ну, ты не увидишь около 20 грандов даже с Ивра на старте. Мне просто любопытно, субъективно для тебя, тебе нравится социальный аспект торгов с перепиской в чате, или на самом деле ты бы предпочел, или, может быть, ты считаешь, что было бы лучше для комьюнити, если бы там был какой-то прям свой отдельный уникальный UI, это было как-то автоматизировано, и вообще можно было без личного контакта с оппонентом провести торги. Если бы можно было бы ограничиться тем, что сел и начал играть, это было бы, на мой взгляд, замечательно. Для меня просто это уже стало нормой, нормой такой, к которой ты имеешь абсолютное привыкание, то есть настолько этого было много, что для меня это, ну, как что-то обычное, как, я не знаю, попить воды. Вот. То есть настолько я к этому привык. Зато, допустим, я приведу альтернативный момент. Сейчас идут, допустим, некоторые шоу, шоу-турниры, где игрокам нужно торговаться вслух. И вот это, в свою очередь, уже непривычно, и это начинает напрягать, и это прямо не очень. А я представляю, каково это игрокам, которые еще не знают, допустим, силу городов толком, или не осознают до конца что-то. Ну, то есть, и торги превращаются для них в какое-то испытание. А угадал ли я? А правильно ли я купил? Правильно ли я продал? Ну, естественно, что все это приводит к тому, что человек остается недоволен. Антон, ты как папашка игры катаешь чуть ли не все шаблоны подряд, включая самые трудные, но ты наверняка также замечал, что самые простые шаблоны, ну, самые простые с точки зрения своей схемы, да, там, какого-то геймплея, а именно Jabu's Cross и Jabu's Outcast привлекают куда больше зрителей по сравнению там с каким-нибудь, не знаю, H3D. По твоему мнению, почему так происходит и что нужно поменять в других более сложных шаблонах, чтобы привлечь к себе хоть какое-то внимание комьюнити? Тут идет двойная стадия. Сначала игрокам малоинтересно играть сложные шаблоны, потому что это а, долго, б, тяжело осознавать, обучаться и так далее. И уже как последствия, соответственно, зрителям, во-первых, типа, почти никто это не играет, наверное, какая-то ерунда, во-вторых, что-то я зашел на, опять же, те самые 15-20-30 минут, ничего не понял, но и не хочу дальше это смотреть. и все это складывается в то самое, что вот, есть какой-то Excel плюс шаблон, что-то там бегают, что-то непонятно, что происходит, не буду смотреть, мне это не интересно. это самая стандартная модель, которая работает с людьми, если бы, допустим, тот же самый 6LM, как вот сейчас проходит, допустим, турнир, и такой условный ажиотаж создался среди целого ряда стримеров, и зрители так сидят, о, пишут, о, я раньше не знал, типа, прикольно, мне понравилось, ну, то есть, зачастую достаточно какого-то толчка, чтобы люди поняли, чтобы они посмотрели, чтобы это понравилось. Естественно, это работает не со всеми, все-таки упрощенная версия, это, ну, хорошо, так скажем, всем, и самое простое решение, которое я вижу, это как-то разгрузить эту сложность, то есть, если не саму структуру шаблона, то, ну, какое-то понимание для зрителя, чтобы не было такого, что он путался на каждом шагу, что происходит, зачем кто-то это делает. В 2021 году мне, дорогие друзья, посчастливилось лично принять участие в чемпионате СНГ в роли, ну, можно сказать, репортера, и тогда я общался одновременно с несколькими десятками топовых игроков, и вы знаете, друзья, я вот лично пришел к выводу, что абсолютное большинство геройщиков не в восторге от самого популярного шаблона Джабус Кросс, вот как-то так мне показалось. В тот момент я не стал интересоваться, почему это так, подумав, что причина банальна, ну, мол, он слишком прост и слишком сильно зависит от рандома, поэтому геройщики скилловые предпочитают играть что-то такое менее зависимое от рандома и более зависимое от твоего личного скилла. Антон, поделись своим видением, почему сильные игроки предпочитают играть во что-то другое, а не в Jabez Cross и Jabez Outcast? Наверное, это все-таки впечатление, то есть я прекрасно отношусь к Jabez Cross, я люблю его играть, его вариации и так далее, то есть это один из ключевых шаблонов, который мне изначально нравился. Другой вопрос, что конкретно, допустим, зная, что у меня есть преимущество в навыке игры, понимании других шаблонов, во-первых, любой игрок, который, скажем, имеет меньше опыта и играл в основном Jabez, будет иметь против меня на Jabez намного больше шансов, чем на каком-то сложном и другом шаблоне. Естественно, что мне не нужно давать условные 40% шансов этому игроку наролить какой-нибудь хороший расклад против какого-нибудь моего плохого и благополучно сыграть в то, что он умеет. Это один из аспектов твоих побед, то, что ты не просто сидишь и такой ха, да я сейчас развалю на любом шаблоне, нет, ты подбираешь возможности игрока под свои анализируешь, пытаешься поставить в неудобные рамки. Не единожды даже играя сам Jabez, я допустим переторговывал за какой-то город, зная, что оппонент не умеет играть особо за второй. И такие вещи происходили даже с сильными игроками. То есть тут зачастую влияет информация, которой ты располагаешь и так далее. Поэтому ощущение того, что типа никто особо не играет Jabez, а ряд людей, которые ходят еще и говорят, что им не нравится Jabez, ну скорее это совпадение. То есть просто есть разные части комьюнити, одним нравится, что другим не нравится, но конкретно в соревновательном моменте Jabez Cross имеет конечно большую зрелищность, но в то же время имеете дополнительную дисперсию, от которой хотелось бы зачастую бежать. Тогда вопрос следующий. Механика героев устроена таким образом, что даже если непосредственного контакта не произошло, но во время одновременных ходов твой и мой герой прошли по одной и той же клетке карты приключений, игра перейдет в режим подчередных ходов, то есть одновременные ходы прерываются и мы начинаем ходить опять последовательно, то ты, то я. Допустим, на джебус-кроссе скорее всего такой подход правильный, потому что там, как правило, действия разворачиваются быстро, и вряд ли, например, если ты сидишь в центре, ты такой пойдешь к себе на базу, а я, когда я должен наоборот атаковать центр, я там тоже пойду, развернусь куда-то в другую сторону, скорее всего, финалка будет, и в данном случае то, что одновременные ходы прерываются, так и должно быть. Но вот на других шаблонах такой подход может быть и неправильным. Я сам лично не играл, но вот мой товарищ рассказывал, что на других шаблонах часто бывает так, что игра прерывается и игрокам приходится грузить сейв, понимая, что до полноценного контакта дело, по крайней мере, сегодня не дойдет. Так вот, хотел бы ты, чтобы игра в такие моменты спрашивала у обоих игроков, сохранять ли одновременные ходы или все-таки прервать их? Да, безусловно, выставляется у нас только средний какой-то уха, который позволяет ну, то есть не встретиться в иный момент времени, и если бы это было реализовано именно с технической стороны, что игра понимает, что вы оба вне контакта, и она не прерывает этот ход, не спрашивая соответственно вашего мнения по отдельности, то есть если все это будет механизировано, исполнено технически правильно, то это было бы очень круто. Это не выдавало бы информацию о том, там, что собирается ли оппонент в твою сторону или нет при договоренностях о продлении уха и так далее, то есть когда все это находится внутри игры, это ну, наилучшая возможность для продления уха, а максимальная длительность уха во время игры без критических проблем при контакте, ну, это это то, что не важно. Спасибо. Интересная непростая тема, потому что одновременные ходы, такая штука, как мы сказали в начале, которая кому-то нравится, кому-то нет, кому-то хочется их больше, кому-то меньше. Очень интересные твои инсайды и твои мнения. А теперь я все же сменю тему на другую, а именно вин кондишены. Вообще по умолчанию, по-нормальному, скажем так, в героях простой вин кондишен. Тебе нужно победить всех врагов и захватить все их замки. Но этот вин кондишен ведет порой к довольно затянутому лейтгейму. Давай представим, что мы играем с каким-то выдуманным, незнакомым нам человеком в каком-то выдуманном матчмейкинге, и этот человек объективно, скорее всего, уже проиграл. У него там остался один герой, которым он скачет по карте как козел и захватывает какие-нибудь отдаленные замки то там, то здесь, то там, то здесь, и в неком воображаемом мире он может вообще до бесконечности так затягивать игру, а тебе будет его не поймать. Понятное дело, что когда играют люди знакомые между собой, или люди на каком-то публичном мероприятии, они как-то держат лицо, и не будут так некрасиво поступать с оппонентом. С другой же стороны, есть некоторый аргумент, что пока ты как бы не побежден, ты не побежден, может быть, ты еще найдешь какой-то аут, может быть, это хорошо, что у тебя есть возможность как-то там попрятаться по краям карты, а потом бац и найти вдруг способ перевернуть игру, и лишать людей этой возможности было бы неправильно. Сообщество искало какие-то варианты альтернативных вин-кондишенов, они существуют, существуют, не знаю, правила 1.3.1 для наших зрителей поясню, что это игра с альтернативным вин-кондишеном, где к определенному сроку нужно захватить центральный замок, и кто в нужный момент его держит, тот и победил. И, соответственно, такая игра не может затянуться, ну или, по крайней мере, ей намного сложнее затянуться. Мне интересно, что ты глобально думаешь о базовом вин-кондишене в героях? Считаешь ли ты, что было бы клево, если бы были еще какие-то альтернативные вин-кондишены и правила? Может быть, какие-нибудь совсем альтернативные вин-кондишены в рамках бреда и просто фантазии, как пример, не знаю, построить Грааль, можно было бы представить какой-то такой режим игры, где это на самом деле был бы вин-кондишен. И что ты думаешь вообще вот об этом затягивании игры, которое иногда может происходить под конец? Ну, опять же, двоякая, двоякая ситуация, то есть, с одной стороны, действительно, абсолютному большинству игроков совсем не нужно играть в три, допустим, при условной длительности партии в два часа, им не хочется играть в шесть часов, бегая до соперника. да, для, допустим, классической версии игры, может быть, даже на уровне рейтинга сделать определенный стандарт в виде какого-то таймингового вин-кондишена вполне себе. Просто другой вопрос, что какой это срок? Ну, допустим, в текущих реалиях 1-3-1 на джебе это слабый срок. То есть, чтобы выявить сильного игрока пари. Это плохой способ по простой причине того, что мы знаем, что расклады нестабильны, неодинаковы, и чтобы перебороть слабым раскладом сильный, зачастую требуется намного больше времени. Это не значит, что игрок будет бегать просто убегать постоянно. Это просто значит, что их противоборо может затянуться. Ну, и затянуться прилично. Просто другой вопрос, что у каждого свои понимания этого затянувшегося срока. И такое выставить, ну, опять же, это, наверное, нужно не какой-то общественности. А также нужна возможность создать игру и сыграть без этого тайминга вин кондишена. Если разбирать и мечтать о всевозможных вариациях, тут мне вспоминается, знаешь, цивилизация, там, возможность культурной победы, космической гонки, золотой век, еще что-то, я не знаю. Вот. И тут так же, типа, набрал, я не знаю, миллион золота, тысячи ресурсов, или, может быть, захватил 90% городов на карте. Вот. Ну, что, что из этого сделать? Это скорее в большинстве своем, естественно, как фанмод, чем что-то серьезное. Да, почему нет? Людям будет интересно. А ты думаешь, что серьезные герои с таким каким-то асимметричным вин кондишеном невозможно? Я люблю циву, в частности, за то, что иногда ты до какого-то момента не совсем понимаешь, к какому вин кондишену стремится оппонент, и это добавляет действительно интересной неопределенности в игру. Мне вот, например, симпатично, когда, грубо говоря, два оппонента могут стремиться к двум разным вин кондишенам, а не напрямую бороться за один и тот же ресурс или объект и так далее. Ты считаешь, что такой подход к вин кондишенам это чисто фановая история? В большинстве своем да. То есть мне очень сложно представить альтернативный вин кондишен, который был бы так скажем рационален в игре. То есть помимо победы, ну вот я говорю, разве что абсолютная доминация по карте, что-то вроде захвата 90% городов. Если типа соперник сидит в одном городе, вся остальная карта полностью под контролем оппонента, ну, наверное, такой вин кондишен имеет место быть. И еще один мой вопрос будет про цепочки. значит, если посмотреть на героев глазами условного капитольщика, да, который, ну, там, не знаю, играет сам с собой в сингловые карты, может быть, играл там, когда-нибудь раньше, сейчас не очень играет, цепочки иногда выглядят страшным занудством, потому что они требуют большого количества микроменеджмента, да, тонкой расстановки героев на карте, и тебе каждый ход нужно там протыкать восемь героев, точно их иногда до клеточки переставить, и вот это все. Очень много микроменеджмента получается. Понятно, откуда цепочки взялись. Они взялись из постепенной ультра-оптимизации всего, что можно ультра-оптимизировать, и, в общем, и являются одним из показателей скилла, потому что твоя способность максимально оптимизировать все, что происходит на карте, да, у тебя, и ведет тебя к победе. И я предполагаю, что ты, как топовый, очень профессиональный, игрок, наверняка ценишь, уважаешь цепочки, потому что, как я сказала, это одно из проявлений скилла. Но если пофантазировать, считаешь ли ты их абсолютно неотъемлемой частью героев? Считаешь ли ты, что в них можно было бы внести какие-то, не знаю, изменения, дополнения, вариации? Вообразимы ли для тебя вообще герои без цепочек? Ну, или это только там какой-то чуть более казуальный аутказ, да? Что вообще об этом думаешь? Ну, в классической версии тех героев, которые сейчас присутствуют, если это не ауткаст, опять же, я не представляю игру без цепочек. Как бы то ни было, это, наверное, основа, это то, на чем держится игра, взаимодействие, перемещение этих героев. Я вижу способ отказаться от цепочек только в виде способа того, что герои начнут перемещаться в свободном плавании, то есть, что ты сможешь, допустим, передать артефакты и существ просто из города сразу на героя, в любую точку. Ну, то есть, это уже будет какая-то совсем другая игра. это что-то ближе к будущему, чем к фэнтези. Если бы эта игра была про космос, ну, я бы, может, как-то подумал над такой вариацией, а тут все-таки, ну, это, это, наверное, то, от чего не отказывалась ни одна пошаговая стратегия подобного типа, то есть, перемещение и передача войска. То есть, я, ну, просто не понимаю, как, кроме игры в одного героя, можно от этого всего отказаться. А вот как раз на ауткасте, на ауткасте, допустим, некую взаимосвязь города с героем, можно было бы подумать. Дать условный ауткастовый спелл, забрать войска из города, что-то такое. Да, что-то вроде этого. Поняла тебя. Ну да, действительно, мне тоже кажется, что ауткаст стал бы интереснее, если бы наш единственный герой был меньше привязан к городам и, ну, просто фановее и динамичнее игралось бы согласно так как мы общаемся с одним из самых сильных игроков в третьих герах в принципе за всю историю игры, я просто не могу не спросить тебя о советах следующему поколению геройщиков, которые захотят проверить свои силы на самом высшем уровне. Поделись, пожалуйста, секретами своих успехов. Три правила игры будущего чемпиона геройских турниров от Антона Хэллайта «Зачем следить? Чего не делать?» Три правила будущего чемпиона? Ну, допустим, во-первых, не сдаваться, как ни странно, емко и объем, но в то же время объемное правило, очень часто игроки становятся чемпионами именно потому, что они не опустили руки, не сдались, когда сложно, не бросили и не написали ГГ, когда что-то не получилось или соперник начал доминировать, во многом это где-то психологический фактор, ну и где-то твой навык игры, который, кстати, опять же, из-за ментального состояния может ухудшаться. Ну вот, все это можно подписать, под не сдаваться. Второе, это обязательно наблюдать за чужой и за своей игрой, то есть, естественно, получать что-то и узнавать что-то новое из чужой игры, адаптировать это под свою и я бы даже сказал ломать свою игру, потому что очень часто именно в героях есть такая вещь, как привычка к определенному стилю игры и делая одно и то же раз за разом, ты настолько к этому привыкаешь, что уже не понимаешь, что твоя игра может не давать нужных результатов и в этот момент тебе нужно сломать свою игру и подстроить ее под новую. Это, наверное, основное второе правило. Ну, а третье, третий совет, ну, наверное, всегда стремиться к лучшим и играть с лучшими. То есть, недостаточно просто наблюдать, играть с кем-то, чтобы становиться лучше, тебе нужна игра с лучшими. Ты не станешь мегачемпионом, играя на лоу-рейтинге. Прекрасные советы, хоть сейчас вышивать и на стенку, что называется. Мне кажется, что советы также далеко не только к геройской сцене применимы, довольно универсальные на самом деле. Как ты думаешь, чем можно было бы зацепить людей, которые никогда не играли в героев? Вот из современных геймеров, да? Ты упоминал вначале, что на самом деле с твоей точки зрения у героев более-менее все есть для привлечения более широкой аудитории, кроме некоторых, скажем так, кого-то, возможно, несколько отталкивает просто старомодность подачи, скажем так. Может быть, есть что-то еще, чем, на твой взгляд, можно было бы людей зацепить? Зацеплять в игре всегда можно, так скажем, дополнительными различными аспектами. Для кого-то это может быть игра в классическом виде, для кого-то это изначально может быть некая кастинг, то есть сколько мы видели игр, которые вышли из других игр, то есть это уже достаточно часто и распространенное явление. И очень часто люди приходят просто поиграть с друзьями, а не там сидеть, попотеть в классическую версию противостояния героев. Вот. Расширять игру всеми возможными способами, возможно, в этом нужен какой-то еще пиар-момент дополнительный. Не единожды мы видели проекты, которые на старте были супер заряжены, но не оправдывались. герои, мне кажется, это как раз обратная сторона. Заряженная игра, которая недопиарена, возможно, где-то. Антон, ну и в завершении нашего диалога хочу спросить тебя о будущем третьих героев. Ты знаешь, наши гости, они часто утверждают, что именно турниры являются неким двигателем прогресса. Скажи, что нужно сделать, чтобы лиги разных стран объединились воедино, чтобы, например, тот же самый чемпионат мира не был каким-то там, знаешь, ноу-хау, а стал, ну, если не ежегодным, то хотя бы регулярным событием? Да, это, наверное, самый простой вопрос. Нужно просто сделать то, что будет интересовать всех и устроить что-то единое, что-то вроде того самого Инта. Спасибо тебе огромное за то, что ты нам уделил столько времени, очень интересные ответы, глубокий разговор, у тебя очень любопытное мнение по ряду вопросов, не будем тебя больше задерживать. Антон, мы благодарим тебя за столь продуктивное интервью, пообщаться с топ-игроком всегда очень интересно и познавательно. Надеюсь, мы еще не раз увидимся на геройских просторах. Да, спасибо вам большое, это было интересно, надеюсь, что мои ответы как-то помогут.